Итак, коллеги, следующим видом ответственности, о котором мы сегодня будем говорить и который предусмотрен за нераскрытие информации на сайте fedresurs.ru который мы разделяем по видам субъектов правоотношений, по видам субъектов этой ответственности Так вот, следующей категорией лиц, привлекаемых к ответственности или, наверное, страдающих от определенного вида ответственности являются лица, это новый термин, который недавно появился в законодательстве это контролирующие лица должника 2017 год, который уже остался в прошлом, ознаменовался большим количеством изменений в законодательстве которое направлено на защиту прав кредиторов Это не мудрено, сейчас у нас довольно непростые годы, очень много компаний банкротится и все чаще и чаще собственники стараются диверсифицировать риски и стараются убрать свое имущество подальше от имущества юридического лица, который они контролируют Ну и, соответственно, законодатель, как мы с вами прекрасно видим, прекрасно понимаем и, по моему мнению, довольно успешно пытается как раз доказать обратную ситуацию пытается доказать, что в целом ответственность контролирующего лица должна распространяться и на тех лиц, которые де юра контролируют и на тех лиц, которые де факто контролируют Всем нам с вами известно нашумевшее дело 2017 года, дело Пугачева которое знаменовал 2017 год как раз не юридическим подходом, на мой взгляд не формальным подходом, то есть был привлечен к субсидиарной ответственности лицо было привлечено, которое не имело никакой юридической связи с банком Я думаю, все эксперты, все практики отследили указанное известное дело и все мы видим, что происходит, собственно говоря, с законодательством какую трансформацию оно претерпевает И в этой части мне, в принципе, приходится заметить, да, приходится отметить что 27 июля 2017 года были внесены изменения в закон о банкротстве довольно серьезные изменения, которые были связаны напрямую с темой нашего сегодняшнего разговора с ответственностью за нераскрытие информации на сайте fedresource.ru Так вот, безусловно, согласно изменениям внесенных в закон о банкротстве в 127 ФЗ, да, несостоятельности Так вот, согласно этим изменениям, я даже, коллеги, наверное, зачитаю дословно потом мы с вами обсудим, я дословно зачитаю требования статьи 2 по пункту 2 статьи 61.11 закона о несостоятельности банкротства дословно, чтобы вы понимали, о чем речь Так вот, пункт 2 у нас гласит следующее Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов Невозможно вследствие действий и, в скобочках, или бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств Дальше по закону идет перечисление определенных видов обстоятельств при которых доказанным считается наличие действий или бездействий контролирующего лица И, внимание, среди этих видов обстоятельств предусмотрено такое обстоятельство которое у нас стоит под пунктом номер 5 И это обстоятельство гласит следующее, внимательно, коллеги. На дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения, либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице, тире в единый государственный реестр юридических лиц на основании, предоставленном таким юридическим лицом документов, а также в единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо. Я зачитал юридическую составляющую этого вопроса. Теперь давайте обсудим практическую составляющую этого вопроса. Для тех, коллеги, кто из вас не осознал, что произошло, я поясню. Законодатель связал возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника по такому простому основанию, как не внесение любого из видов сведений в федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей абсолютно по любому федеральному закону. То есть, если вы допустили невнесение хоть каких бы то ни было сведений на сайт fedresource.ru, то теоретически вы рискуете, что контролирующее лицо, в случае, если будет допущена процедура банкротства, контролирующее лицо будет привлечено к субсидиарной ответственности. На мой взгляд, произошел колоссальный пересмотр принципов корпоративного права, принципов ограниченности ответственности вкладами в уставный капитал и так далее. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Это просто я высказываю свои эмоции, которые, ну, некое негодование о том, что законодатель связал такое простое действие, как раскрытие информации на сайте fedresource.ru. Причем раскрытие не только в соответствии с законодательством о банкротстве, а раскрытие любой информации, которая может быть у нас предусмотрена. Мы с вами знаем, сколько видов законов регулирует раскрытие информации на сайте fedresource.ru. То есть, начиная от базового 129 ФЗ с регистрации юридиц и заканчивая специальными законами, законом о СРО, законом об аудите, законом об оценочной деятельности, ну и так далее и тому подобное. Я не буду продолжать все виды законодательства, которые регулируют раскрытие информации на сайте fedresource.ru. Но, коллеги, факт остается фактом. Внимательно ознакомьтесь со статьей 61.11. Ознакомьтесь с термином субсидиарная ответственность контролирующего лица, который был внесен в ФЗ в банкротстве, в части изменений, которые нас с вами касаются, как специалистов, занимающихся раскрытием информации на сайте fedresource.ru. Таким образом, следующим видом ответственности, подводя итоги, я назову субсидиарную ответственность контролирующего лица в случае, если будет доказано, что такое лицо допустило нераскрытие информации на сайте fedresource.ru. То есть, это довольно непростой, довольно сложный вид ответственности. Коллеги, обязательно учитывайте это при раскрытии информации на сайте fedresource.ru. Спасибо.